Всем привет! Я решила все канал по-новому и в сегодняшнем видео я буду рассказывать о парфюмерии и покажу весенние и летние ароматы. Почему на весенние и летние, а не просто весенние? Потому что некоторые ароматы подходят так и на весну, так и на лето. Ну что ж, давайте начнем. Ну, покажу сразу же ароматы. Начнем мы с безумно летнего, безумно весеннего аромата. Мне он очень нравится, вот такой вот аромат от Mary Kay. Называется Journey. И, честно, я не знаю, как переводится. Я не уверена, вернее. Я знаю, но не уверена. Так что говорить я не буду. 29 миллилитриков. Почему не 30, я не знаю. В общем, вот такой вот флакон. Очень нежный, очень весенний. Такой девчачий. Аромат легкий, воздушный, ненавязчивый. Цветочный и немножко пудровый. Знаете, я думаю, что этот аромат никого не будет раздражать. Ну, возможно, потому что он такой ненавязчивый и неудушливый. Возможно, если вы нанесете его, нанесете его, там, когда пойдете в магазин или на вечеринку, или просто на прогулку, вам никто не скажет, что, боже, у меня будет голова, чем-то, например, с таким ароматом. Потому что он реально нежный и вряд ли его кто-то вообще, вряд ли кого-то могут раздражать. Мне он, в общем, нравится. Вам советую. Так, следующий аромат тоже очень весенний, от фирмы Reflame. Дальше уже не будет этих... Нет, так будет. Вот такая вот фирма Reflame. Дается вам Valero. Valero? Valero, как считается. Приводится это... Ну, как-то переводили. Самый аромат приводится к летать или полет, что-то вот с полетом связано. И вот сам флакон. Сам флакон просто, вернее, не так может быть, просто обалденный. Он как роза. Такой красивый флакон. Тут такая золотая крышка. В кавычках, конечно, золотая. Золотого цвета. Очень интересный флакон. Боже. О, боже, я улетаю, все. Мне тут нет. Он такой вкусный. Он пудровый, он просто пудровый. Даже не цветочный, даже... Не ванильный, а какой-то пудровый. Возможно, ванилька тут присутствует, но... В самом деле, чувствую пудру. Пудру, пудру. Очень вкусный аромат. Но, может быть, когда вы его переборщите, он кому-то будет надоедать или раздражать. Потому что, реально, он сладкий. Я не знаю. Но мне он нравится. Возможно, кому-то нет. У всех разные интересы. Но мне он нравится. Вот такой вот аромат. Мне даже не так правильно показать. Так. Или вот так. Наверное, все-таки вот так правильно показать. Дальше. Еще аромат, который летний, наверное, больше. Это аромат от Christian Dior. Дальше, Дальше, Дальше Вита, Дальше, Дальше Вита, Дальше Вита, Дальше Вита. Он такой милый флакош. Он такой весь в пузырьках, как будто бы. Аромат сладкий и, возможно, удушливый для кого-то. Ну, для кого-то для меня нет. Очень вкусный. Сладкий. Пахнет, как лимонад. Мне, честно, нечестно. Лимонадиком, таким, типа, буратино. Что-то таким сладким. Ой, он очень вкусный. Но даже не висит, как он аромат. Но он пахнет, как лимонад. Пахнет, лимонад. Что-то такое сладкое, как ванилька. В общем, мне он нравится. Даже крышка такая, смотрите. Такая интересненькая. В каких-то пузырьках. Вот такой вот флакончик. В него у меня в упаковочке нет. Не сохранилось. Наш аромат от фирмы Dinters. Вот. Такой ароматик тут. 15 сабомиллитриков. И это ванилька, как бы. Вот такой вот аромат. Мне осталось совсем капельку. Посмотрите, какая капелька осталась. Пожалейте меня. Но мне он так раньше нравился. Ой. Он такой сладкий. Он реально кому-то может раздражать. Мне кажется, даже многих. Потому что он очень сладкий. И с непривычки он кажется вообще мега удушливым. Ну реально, он на коже, он не раскрывается вообще. Вот ты напшикал, он нанес на запястье, на шею. Все. Вот там он так будет там несколько часов. Все. Не открытия, ничего нет. То есть просто сидит тут удушливым ароматом. Ну мне, в принципе, нравится. И тогда, когда солнечный день, даже очень вкусно пахнет. И напоследок я оставила очень интересный аромат. Вернее... А, да, кстати, не сказала. Тут нависуют духи, но я не уверена, что это духи. Кстати, тут тоже не сказала. Это Eau de Parfum. Это Eau de Toilette. И это тоже туалетка. Это Eau de Toilette. Я просто не сказала. Забыла, как всегда. Я такая. Дальше это от Eau de Natural Body Care. Sparkling. Это... Маракуя и пион. Вроде бы. Тут просто на русском не написано. Но я вроде бы это Маракуя и пион. В общем, этот аромат... Факом... О, господи. Запутаюсь, короче. Это аромат с блестками. То есть он мерцающий. Вот такой вот. Вот. Пахнет, когда его наносишь на запястье, он пахнет гернем для душа. Как будто я только что вышла из ванной, и я пахну гернем для душа. Вот такой вот аромат. Ну, после... Ну, где-то через час он становится более-менее вкусным, таким приятненьким, пудровым. Ну, его недолго хватает, ну, максимум на 3 часа. Все. Бля, его нет. Я очень часто его наношу, так как мне он очень нравится. Не знаю, чем, но мне он нравится. Хотя пахнет мылом. Но мне нравится. Да. Это единственный аромат, который мне нравится из этой серии. Из Eau de Natural Body Care. Единственный аромат. Ну, что же, это было все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я еще буду с таким видео про парфюмерию, про косметику. Так что ждите обновлений. Всем пока. Я вас люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok